хорошо что у нас старая машина кстати есть так бы сейчас не давай ты садись веселуха не сомневайся она чувствует что я рядом и не будет баловаться малыш смотрим как сейчас покажет километров было 25 давай сейчас не заведет значит как вообще такое может быть ты можешь мне объяснить была идеальная машина ты можешь мне объяснить володь она ездила просто как по маслу вообще никаких проблем с ней не было как ты умеешь прикуривать делать вам может клемма заржавели от соли от соленого воздуха что-то капает это вообще перчатка чья-то откуда она тут взялась а почему это в какой-то картонной коробке аккумулятор ну и аккумулятор нашла надо познать аккумулятор смотри есть когда он черненький он работает когда он желтенький он не работает он нормальный а где ты увидел а где-то индикатор увидел ну вот я смотрю вот нужно я понимаю где где беленько должно быть где беленько должно быть слышишь меня где беленько должно быть вот представьте я не знаю как это назвать закон подлости или что машина просто в идеальном состоянии у нее маленький пробег я ее не мучила я аккуратно на ней ездила никаких вообще никогда проблем ни с чем вдруг мы решили ее продать и она она просто не хочет от нас уходить слышишь меня попробуем может оделась если она завелась не глуши ее и езжай сразу к оливеру ну чё ж не поменялся кроме того что перчатка вычет может в ней дело было конечно паркинг может еще бендика да не на уровень нормальный может нам какая-нибудь крыс очень перегрызла все делать а может оливер к нам сам приедет не ты объяснишь что мы не то что мы там втюхать хотели что-то плохое так мне дай маску я в магазин съезжаешь ты не нужна ты куда падает наш кости все продали план я поехала всем привет ну что в итоге у нас с машиной приехала техническая служба мы позвонили в страховую у нас страховка предполагает помощи технической службы может быть даже эвакуатор мы им позвонили они приехали завели нам машину ничего не сказали что почему как может быть аккумулятор а может не аккумулятор неизвестно но главное что они нас завели и мне нужно было потом полчаса на ней поездить где-нибудь по круге для того чтобы аккумулятор начал нормально работать в общем все мои планы коту под хвост я по большому счету только приехала успела умыться помыть голову поставить ване варить суп и в общем то через полчаса чуть чуть больше мне выходить уже за ваней в школу сегодня я планировала поснимать для вас просто такой хозяйственный домашний влог потому что у меня накопилось честно говоря много дел мне нужно кучу всего погладить мне нужно перебрать ванины вещи я хочу что-нибудь испечь вернее даже уже знаю что хочу испечь но теперь я вообще короче бывает что вот прям ну не в тема да не к месту все это в общем сейчас пока у меня есть время я начинаю перебирать ваня вещь я хочу отобрать что мало ему раздать что совсем уже никуда не годится то я либо выкинули бы оставлю на не должны благотворительность это сложно честно говоря стыдно как-то отдавать очень ладно посмотрим смотря в ком состоянии вещи я хочу чтобы у него осталось четко то что он носит и дальше уже смотреть что у него есть чего ему не хватает и так далее вот если вам это интересно оставайтесь смотрите постараюсь так знаете это сделать для вас недолго вот какой-нибудь симпатичную музыку и дальше уже с с вами будем решать что еще делать сегодня это хорошая дальше 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 вот есть такой вот свитер этой же фирмы полосом тоже маленький уже тоже возраст наверное 7 8 отдаем хороший дальше у нас есть такая вот пола виска она ему точно мало и мы точно его отдаем так дальше у нас есть брюки брюки из зары которые ваня надевал всего вам нас но видите вот на обрючинах коленки немножко вытерлись вот а так хорошие девочки я думаю что можно отдать как думаете по крайней предложить можно а дальше там уже ситуации размера не 8 лет но они его короткие ваня еще одна толстовка это я покупала дикий макс неизвестная какая-то фирма прекрасном состоянии но уже маленькая поэтому тоже все отдадим представляете вот эти плавки мы покупали ваня я даже боюсь боюсь даже признаться год в четыре наверное и он до сих пор в них плавал пока бассейны были открыты самые любимые его шорты они сначала ему по колено были мы их вот так вот утягивали чтобы они не спадали а сейчас мне кажется они уже малы вообще плавки кстати говоря отдают не отдают я не знаю все таки это как нижнее белье наверное считается нет они в прекрасном состоянии с ними ничего не случилось они не вытерлись ничего да наверное можно предложить но почему нет они стиранные все с ними нормально предложу представляете вот эти вот штаны ритузы мы покупали ваню в России когда ездили зимой какой зимой то несколько лет назад наверное они такие с начесом теплые это была первая зима когда у вани была куртка а не комбинезон и мы покупали ему под джинсы вот такие вот пододевальные штаны и конечно они ему не нужны уже я кому-нибудь тоже приложу не знаю где здесь нужны кому-нибудь такие штаны или нет а вот эту кофту я ваня вязала сама и он ее мне кажется так и не поносил но максимум пару раз надел я ему тинозаврику вышивала вот у меня сейчас дилемма либо я ее выкидываю либо же и я могу отрезать пуговички или пуговиц себе оставить пуговиц для меня это очень ценная вещь либо же я эту кофту кому-нибудь отдаю соответственно лишаюсь пуговиц что делать не знаю вот нужна кому-то такая кофта интересная или нет это шерсть кстати говоря чистая шерсть очень мягкая классная шерсть ну наверно отдам а что выкидываете да? наверно отдам кто-нибудь носит теперь предлагаю вам решить закатку века куда деваются носки парные так я Ване недавно делала заказ в Заре заказала ему новых носочков одни вот две штуки такие красивенькие здесь тоже три даже пары здесь одна пара в общем я сейчас их распечатаю а те носки которые ему вперед их все повыкидываю потому что смотрите целая коробка носков и трусов и все это по одной штуке валяется короче у меня надо разбираться с этим так теперь то что есть в шкафу но этого наверно еще будет носить это он недавно себе по-моему на алиэкспрессе что ли заказал или я уже не помню очень он любит вот этих вот блогеров футболка нормальная ему еще это его спортивная одежда а вот эта рубашка из Зары которую Ваня так и не надел ни разу но она большая пусть висит это хорошая его еще с динозаврами это Майнкрафт ему тоже хорошая это ему друг подарил на день рождения но у нее есть один минус он мне говорит что ему внутри вот от этих вот наклеек что-то там колется может маечку какую-то пододевать не знаю но пока оставим вот это моя любимая но и Ванина тоже из Зары по-моему да? да но я покупала в Тики Макс очень мягенькая теплая толстовочка эта футболка хорошая это тоже с Алиэкспресс и я думаю что он не будет уже носить она ему прям впритык ее мы отдадим это Фортнайт вроде бы еще ничего рубашка нормальная это 8 лет боюсь что это уже не очень надо будет померить ее так это мы точно отдаем маленькая Майнкрафт толстовка а вот это вот регби кофта тоже надевала ей 5 раз у него воротничок практически как новый там белый видно она тоже ему мала вот это мы отдадим это тоже ему уже хотя нет это еще наверное нормальная что отдадет вот это точно отдадим Бенетоновская кофточка вообще с этикеткой не поносил ее мала так ну это два костюма вот этот костюм этого года ну пусть пока висит хотя уже Хэллоуин прошел а это прошлого года или позапрошлого это Человек-паук его мы отдадим Ваня его точно уже не будет сроду надевать вот еще у нас есть из России это моя мама Ваня покупала костюм черепашки-ниндзя Ване тогда было лет наверное 5 от силы если не меньше а костюм лет на 7 вот я дам померить Ване но он может просто уже тематически его не захотеть надеть поэтому вот так вот и плюс здесь у нас что еще какие-то штаны у меня лежат отложенные да это вельветовые штаны которые Ване однозначно малы уже мы их отдадим они в прекрасном состоянии Ваня их очень мало носил это тоже за ну не важно главное хорошие штаны им отдадим и вот эти вот штаны то же самое он их мало носил нет он их много носил они протерты на коленке мы их так вот дальше сегодня представляете обнаружила у нас есть вот такие тимблэндовские ботинки размер ой сейчас покажу размер самой бы увидеть 13,5 то есть это я уже не могу сказать какой это возраст но я спрошу моей знакомой кому я хочу отдать что она мне на это скажет они немножечко такие вот тут подпокоцаненькие да потому что Ваня их так носит но в чем их плюс в том что они не стаптываются мне кажется их довольно безопасно носить даже если вот у Вани например плосковальгусная стопа и после него обувь донашивать не очень но эти ровненькие эти не стаптались не сносились Ваня их очень мало носил и у кого у детей были эти блендеры они знают что два раза надеваешь и все я не теряю ту виг просто потому что ребенок не может так аккуратненько носить вот их я тоже отдам вот туда вот вот а еще сегодня представляете обнаружила черные тимблэнды такие же ботинки размеры наверное ну может быть первый второй размер по такой UK пеританский который Ваня малый и Ваня их ни разу не надевал они новые вообще то ли мы про них забыли то ли некогда было то ли мы их решили приберечь короче мы про них забыли и они у нас в итоге валяются ну не валяются лежат себе аккуратненько типа ждут свои очереди вот что я думаю если мы будем посылать посылку в Россию а я надеюсь что мы это будем делать то я пошлю их своей подружке у нее есть сын которому они должны быть самое то сейчас а может быть даже на следующий год надо будет узнавать размеры и все это дело организовать ну вот мы с вами уже и в машине естественно ничего я не успела закончить только начала разбирать потому что у меня еще куча глажки и в глажке полно Ваниных вещей которые тоже может кому-то уже можно отдать короче говоря работающие женщины я преклоняюсь перед вами я не представляю как можно все успевать вообще нереально хочу пару слов сказать почему мы решили продавать машину а дело в том что моя машина это семиместный тауран и мы его купили где-то год назад и сейчас подходит время когда нам нужно будет оплатить налог когда нужно будет пройти ТО когда нужно будет скорее всего поменять мне резину в общем короче говоря нужно какие-то деньги сейчас будут вложить какие-то расходники менять мы задались вопросом а есть ли смысл нам оставлять семиместную машину дело в том что когда у вас двое-трое детей тогда да тогда семиместная машина она нужна в общем-то каждый день и ну не то чтобы ну предпочтительнее да потому что моя машина очень удобная очень комфортная и даже на третьем ряду сидений там достаточно много места тем более для детей вообще отлично а мы покупали семиместную для чего для того чтобы когда к нам приезжают гости на двух машинах не перемещаться а перемещаться на одной глупости глупость несусветная с нашей стороны потому что ради того чтобы один раз в год кого-то повозить на этой машине мы вот сосредоточились тогда именно на покупке семиместной с машиной с самой мы не прогадали она классная но мы могли на тот момент купить машину допустим лучше но пятиместную а взяли допустим чуть-чуть постарше но семиместную да ну в общем короче говоря подход к этой к выбору этой машине был машина был какой-то странный с нашей стороны вот а сейчас мы подумали что ну наверное нет смысла вкладывать в нее раз мы в принципе хотим ее вообще поменять то если уж менять тогда почему не сейчас а не сейчас собственно потому что сейчас никто не покупает и не продает ничего особо потому что все сидят дома машины особо никому не нужны и ничего не продается и не покупается в общем-то все стоит мертвым грузом вот вот выложил ее на машинный сайт с объявлениями да просмотров много но звонков нету и вообще машина наша не продается и тогда вова позвонил одним нашим знакомым я в начале видео упоминала имя оливер это хозяин автосалона у которого мы в ирландии купили уже четыре машины наверное но любим мы это дело мы их покупаем немножко поездим до первого ТО и продаем причем мы всегда покупаем хорошие машины в том смысле что мы всегда выбираем это на качество у нас всегда машина с небольшим пробегом в хорошем состоянии чистенькие опрятненькие без всяких проблем то есть мы у них покупаем потом в трейдин приходим им отдаем через год и опять что-то у них покупаем и собственно так и в этот раз Вова позвонил спросил покупают ли они машины вот просто не трейдин а просто он сказал что вообще-то нет но вы у нас такие люди свои уже поэтому привозите мы посмотрим мы бы с удовольствием купили машину новую у них но у них ничего подходящего для нас нет вот поэтому они любезно согласились посмотреть нашу машину и возможно ее купить и она не завелась Вова поехала хотел поехать ее показывать она не завелась вот причем у нас довольно доверительное отношение вот с этими ребятами кто салон кто салоном автомобильным занимаются они братья вот и мы ну не собирались подкидывать им свинью какую-то неработающую машину и так далее у нас все я вам еще раз говорю честное слово машина просто отличная отличная технически и интерьер и экстерьер если даже там появлялись появились какие-то знаете такие вот небольшие царапинки на дверях от опять же соседних машин да когда кто-то неаккуратно дверь открывает то Вова им все покажется скажет вот здесь есть царапинка здесь есть царапинка ну это неизбежно я тут ни при чем да я эту машину никогда нигде вообще даже близко она мне ни с чем не касалась вот поэтому машина классная вот сейчас она завелась я вам уже сказала все нормально я на ней поездила вообще никаких проблем вот и Вова по-моему в четыре часа договорился поехать ее все-таки показать надеюсь что они у нас ее купят вот а вот что купим себе мы это вопрос мы еще не решили не знаем мы сегодня думаем одно завтра другое третье мы вообще что касается машин мы с Вовой очень увлекающиеся люди мы с ним любим смотреть тест-драйвы мы с ним любим смотреть обзоры мы с ним любим выбирать причем нам это доставляет даже больше удовольствия чем покупать вот мы с ним оба на машинах немного повернуты то есть ну вот тут такая вот у нас фишка странно вообще сейчас я еще раз говорю сейчас не время покупать не время продавать но нам вот прям в одном месте горит нам надо нам надо сделать это сейчас вот но с покупкой мы не будем торопиться пока не найдем действительно то что нам нужно а вот с продажей надо поторопиться вот я приехала как вы поняли уже к школе скорее всего вы поняли потому что у меня каждое видео в одно и то же время примерно я приезжаю где-то паркуюсь это школа жду ванька забираю его я даже не успела сварить ему суп я сварила бульон но мне останется просто вермишельку туда кинуть и супчик будет готов вот ну а дальше посмотрим что нам день преподнесет потому что видите сюрпризы каждую минуту какие-то сюрпризы когда планируешь одно я вообще так не люблю когда планируешь одно а все вот оборачивается совсем по-другому я вообще человек который не любит знаете бежать куда-то вот с языком на плече я люблю чтобы все было запланировано четко размеренно я не люблю торопиться я не люблю вот вот понимаете быть в какой-то гонке постоянной вот поэтому такие дни когда нарушаются мой размеренный образ жизни меня очень сильно подкашивают я так не люблю ладно жаловаться не буду занимаясь своими делами я с собой взяла вязание это первый раз когда я сегодня возьму в руки спицы а я на секундочку вяжу не для себя а мне это нужно отдавать вот поэтому займусь делом хорошего дня увидимся чуть позже и 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 дома мы уже только успеваю из одного места в другое перемещаться хочу хочу сегодня испечь кое-что вкусненькое то что я давным давным давно не ела но это блюдо ассоциируется у меня с домом с моей бабушкой в общем сегодня я хочу сделать вертуту если вы никогда не ели то это такой рулет я бы даже сказала что это внешняя выпечка напоминает штрудель но тесто другое насколько я знаю я никогда не пробовала делать штрудель насколько я знаю там тесто должно быть слоеное по-моему да а здесь тесто будет пресным тесто будет в принципе как на пельмени моя бабушка моя прабабушка и моя бабушка делали это с тыквой мы тыкву не едим я буду делать с яблоками хотела позвонить бабушке узнать рецепт но потом подумала что ей нужно будет перерыть там кучу своих записей и это все надо будет вытаскивать откуда-то из самых-самых-самых дальних полок не стала ее напрягать я просто нашла рецепт в интернете потом я обязательно у бабушки спрошу как делает она делала сейчас не делает уже вот так что давайте приступим в чем плюс кстати этой выпечки там мало теста нет дрожжей в тесте не будет сахара а в начинке сахар тут уже знаете от вас зависит у меня например яблоки кисло-сладкие я сахар буду добавлять если у вас прям сладкие яблоки то может быть даже можно и без сахара обойтись смотрите сами в общем давайте приступать у меня очень мало времени мы буквально через полтора часа с вами должны уже выходить на футбол и короче я опять ничего не успеваю давайте быстрее начинать готовить что мне для этого понадобится для теста понадобится растительное масло вода мука сода для начинки корица и яблоки начинку можно добавлять еще и ванильный сахар изюм там я не знаю курагу кто-то вообще делает с мясом то есть начинка это уже такое дело бабушка моя с тыквой я уже говорила то есть это все на любителя но у меня будет вот так по поводу количества ингредиентов смотрите я еще раз это все в инфобоксе пропишу но муки в рецепте написано столько сколько возьмет тесто я люблю такие рецепты потому что мука у всех разная и нужно смотреть на состояние именно вашего теста в общем давайте начнем если ну наверное так удобно будет я напишу сколько ушло у муки у меня но на это ориентироваться не стоит потому что мука разная все разное у всех мука разная стаканы разные не знаю вода разная все разное значит смотрите я сначала выливаю растительное масло 3 четвертых стакана стаканы где-то примерно 200 граммовые в масло добавляю сода ну вот на кончике чайной ложки сюда же выливаю горячую воду не кипяток и не теплая вода должна быть ну вот скорее горячая да у меня даже пар немножко идет может быть это слишком но попробуем не знаю размешали и начинаем добавлять муку так а мне нужно будет взвесить чтобы написать вам сколько же муки у меня в итоге получилось на три комочка тесто получилось мягкое Я, честно говоря, не знаю, каким оно должно быть. Надеюсь, что таким. Я напишу, сколько у меня ушло муки. Я там себе записывала, сколько я добавила всего. То есть получится у нас 3 вертуты. И сколько яблок, я не знаю. Короче, все напишу. Короче, короче, все делаем на глаз. Это самый верный способ. Теперь что нам надо сделать? Присыпаем стол мукой. И раскатываем первый комочек теста. Так, в результате должно получиться пласт теста толщиной пару миллиметров, наверное, может быть, 3 миллиметра. Вот так. Может быть, еще тоньше надо. Я не знаю. Опять же, все делаем в первый раз. И форма теста должна напоминать, вернее, раскатанного пласта должна напоминать прямоугольник. Не обязательно очень ровный. Мы это потом исправим. Дальше просто насыпаем яблоки. А знаете, я что забыла сделать? Я забыла сделать проколы. Ну, ничего. Сейчас мы все сделаем. Так, у меня получается на один рулет уйдет где-то 2 средних яблока. Не меньше. Потому что начинки должно быть много. И дальше заворачиваем сначала хвостики. Если где-то порвалось, можно вот так защипнуть. Ничего страшного. И заворачиваем дальше уже прям такой вот рулет. Тесто очень нежное. Вот первый рулетик у меня получился. Я забыла добавить корицу и сахар. Поэтому это будет чистый эксперимент. Первый, значит, у нас будет без сахара и без корицы. Перекладываем его на противень. Еще надо будет натреть и нарезать. Короче говоря, все яблоки ушли. Так, не забыть корицу. Я не люблю, когда прям ее очень много. Так что я вот чуть-чуть. Корица. Сахар. Все разные у нас будут с вами. На самом деле нам, конечно же, это очень много. Мы сколько мы съедим. Поэтому я, скорее всего, угощу соседку опять. Я ее, кстати, недавно встречала. Она получше выглядит, получше сочувствует, мне кажется. Слава Богу. Так. Ну, в общем, чайная ложечка, как он так говорит, у нас ушла. Вот. И также пытаемся завернуть все. Значит, здесь я решила, я уже сказала, яблоко, изюм, корица. Сахара я сюда сыпать не буду, потому что едем сладкий. И немножко орешков мы. Чуть-чуть орешечков еще. Добавим, и будет вообще вкуснота. Это дробленый фундук. Все. И так же пытаемся завернуть. Сейчас как назло, блин, не завернется. Самый вкусный. Смотрите, в рецепте автор яйцом не смазывала. Но моя бабушка, мне кажется, смазывала. Я почему-то помню вот эту вот корочку сверху. Поэтому я смажу, мне кажется, так посимпатичнее будет. Но я, знаете, что подумала, что это отличный вариант для поста для моего. Или для веганов. Если яйцом не смазывать, то вообще шикарно у вас получается десерт. Абсолютно веганский. Ну все, отправляем. Хоть бы пол... Ух, тяжелый, блин. Я не знаю, на кого. На семью из 10 человек, как минимум. Ух, тяжелый, блин. Только я закончила убирать, мне Вова позвонил. Я еду за ним в салон с Ваней. Потому что, если за ним нужно ехать, значит, ему не на чем возвращаться домой. И, соответственно, он продал машину. Мне жалко мою машинку. Вот. Единственное, что я даю себе установки, не привязываться к вещам. Это мелочи. Все. Не жалко. Так, у меня еще вертута не допеклась. Мне придется ее выключить. И потом Вова сам ее включит. Короче, мы сейчас привезем Вову. И тут же выезжаем на футбол. Потому что, Ване, футбол начинается через час. Даже меньше. В итоге я сегодня дома не была. Вот. Я не знаю, как женщины работают. Расскажите, как вообще. Я не понимаю. Я раньше работала. Может, я не делала нифига по дому. Не знаю. Я, правда, сейчас не шибко делаю. Телефон вот даже не успеваю заряжать. До этого. До полного заряда. Ванька одевается долго. Так, приду. Ужина у меня еще нет. Понимаете? Я даже ужин. Я просто ужин не успеваю приготовить. Вот. И на ужин, наверное, сделаю роллы. Потому что мне быстренько их надо будет накрутить. И ничего такого. Ну, то есть не жарить, не парить. Ничего не надо. Вот. В общем, я сегодня прям как загнанный зверь. Потому что Ваня застрял. Вань! У нас такая хорошая звукоизоляция между первым и вторым этажом. Вот за стенкой так себе. А вот между первым и вторым этажом шикарно. Вань! Ты что там, уснул? Ты уснул? Слышите, вообще невозможно. Ты скоро? Я тебе их дала. А ты посмотри хорошо. Действительно. У нас так похолодало. Я стою, жду Ванька. Я сидела сейчас в машине. Знаете, мне так тепло было. Аж стекла же потели. Я думала, ну на улице, наверное, тоже тепло. Нифига вообще. Так холодно. Прям резко похолодало. Кстати, Вова продал машину. Я вроде бы и рада. Но с другой стороны, что-то так жалко мою девочку. О, Ванек. Идет. Ух ты, е-мое. Ваня, ты что такое красное? Так, быстро капюшон. Капюшон, быстро. И застегнись. Ваня, что это такие щеки-то красные? Версал. А? Она закончилась в свое время? В свое время. Пить. На, пить в машине. Не запнись, пожалуйста, в тишнюшки. Как бы назвать ремни. Ваня, что ты красный такой? А? Попотел. Попотел? Ужас. Тебе и холодно было в голове? Нет. В шапке? Веселенно. Как резко похолодало? Нет. Мне кажется, так похолодало. Вообще невозможно. Я в двух капюшонах. Клюшку держим. Ой, у нас тут такое освещение хорошее, потому что здесь дети играют. Вот еще одно поле. Команда другая. Да, другой клуб играет. На нашем территории. Вы же добрые. Вы же все друзья в ДЖА. Не очень. Нет, не очень. И на самом деле, знаете, когда ты идешь на ДЖА матч, настоящий такой вот на стадион, то вокруг старит атмосфера веселья. Нет никаких погромов, нет никаких беспорядков. Все такие пьяненькие, добренькие, веселые. Потому что ДЖА есть, вот этот футбол ирландский. Он есть, в принципе, только в Ирландии. Если он есть в Америке, то в любом случае играют выходцы из Ирландии. Вот, поэтому ирландцы, знаете, как рассуждают? Все мы друг другу друзья. Не важно, что мы из разных каунти, что мы из разных команд. Все мы ирландцы. Вот, поэтому все друзья, да, Ваня? Ага, конечно. Вы с Фингаленс друзья? А-а. Как-то а-а. Тебя чем мучат-то? Не знаю. Похоже, плохому учат. На. А, ладно, ты сейчас воду будешь брать. Ну все, мы садимся, едем домой. И готовить ужин, и все такое. Опять мы дома уже. Классно у вас тогда получается. Там-сям, там-сям, там-сям. Так, у меня готовы уже мои вертуты. Я их выключала, когда они еще не были подрумянины. Я просила, чтобы Вова там их на 5 минут включила. Он включил, все выключил, дверку приоткрыл, сделал все как надо. И мы с вами сейчас посмотрим готовый результат. Вот какая красота! Так, ничего нигде не лопнуло, не треснуло. Ну, по крайней мере, сильно, да? В общем, что надо сделать? Ну, они практически остыли. Мне сейчас нужно дождаться, когда они полностью остынут. Вот, я их немножечко сахарной пудрой припорошу. И разрежем, посмотрим. И дальше я уже, если получились, пойду угощать соседку. Так, полностью остыли у меня вертуты. И я их немножечко сахарной пудрочкой. Выглядит, конечно... Нечто. Ну... Страшно. Так, ладно, пробуем. Что у нас тут? Вы видите, какая красота! Яблочки. Смотрите, еще одну я разрезала. Это та, что с яблоками, с изюмом и с орешками. Неплохо, да? Так выглядит-то. Эффектно! Так, ну и что? Я должна попробовать, наверное, да? Потому что это же может быть невкусно. Я попробую то, что без сахара и без корицы. Да? Чтобы понять, как вообще можно... Яблочки все, посмотрите, какие! Смотрите! Если у вас яблоки сладкие, тем более, если вы сверху посыпаете сахарной пудрой, то сахарить не надо больше начинку. Ну, на мой вкус. Если не хотите посыпать пудрой, то обязательно сахар класть. Вот так очень вкусно. Это очень вкусно. Ну, будет сейчас яйцо уйти. Сейчас одеваться хочется. Ну, ничего страшного. Достань тарелочку, она просто рассыпется. Ваньку очень понравилась. И я ему... Нет, плоскую тарелочку достань. Так. Беленькую, Вань, плоскую. Это значит... Вань, плоская, это из которой ты котлету ешь. Ты котлету на какой тарелке ешь? Из какой тарелки ешь? Нет, ну плоскую. Возьми тарелку, в которую нельзя ничего налить, Вань. В которую налить ничего нельзя. Вон внизу, Вань. Вау! Вкусно? Угу. Ну вот, не дадут мне закончить. Вообще какой-то кошмар. В общем, не так сложился день, как я планировала. Я хотела много вещей очень разобрать. Большинство из вальных вещей я даже не прикасалась к большинству. Это и верхняя одежда, и то, что у меня в глажке лежит. Короче говоря, много всего. Вот. Ну, ладно, что поделать. Не всегда все получается так, как мы планируем. Это, кстати, еще один аспект моего перфекционизма. И как бы ни было дискомфортно, когда все идет не по-моему, нужно себя приучать, что так тоже в жизни может быть. Не всегда происходит так, как я хочу. Так, как я себе представляю. Вот. По поводу вертуты, что я вам хочу сказать. Это очень вкусно. Это очень простой рецепт. Обязательно попробуйте его. Причем я вам рекомендую не класть сахар все-таки в начинку. В тесто точно не класть. И в начинку не класть тоже. Яблоки. И просто сверху посыпать сахарной пудрой. Это идеально вообще. Слаще, правда, не нужно. Вот. Поэтому Ваньку понравилось. Если Ваньку понравилось, значит, прямо это что-то очень удалось. Что-то очень удачное. Потому что он у нас совсем не все ест. Вот. И даже Вове понравилось. Ну, все. В общем, я буду заканчивать уже. Я сейчас буду что делать. Нужно будет смонтировать видео. Убрать на кухне. Опять запустить посудомойку. Ну, в общем, короче, такие мелочи уже остались. Я, знаете, кстати, что заметила? Что раньше я запускала посудомойку раз в день. А сейчас два, а то и три раза в день. Это о чем говорит? Мы больше есть стали или что? Не знаю. Ну, ладно. Посудомойка, она для того и нужна, чтобы втирать и мыть. Вам желаю спокойной ночи или доброго утра, скорее, наверное. Хорошего дня. Хорошего настроения. Обязательно крепкого здоровья. Берегите себя. Не нервничайте. Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Без бумажки. Без бумажки. Без бумажки. Ну, значит, 28 divided by 7. 4. Угу. 24 divided by 8. 2. Берез. Что? 24 divided by 8. Не тяни шторы. Все. Спать. У меня когда-то машина купили тут первый раз, я не буду. Потому что посмотри. Поведем. Посмотри. Продолжение следует.